Общественная приемная партия «Единая Россия» была открыта в городе Видное в сентябре 2008 года. В соответствии с графиком прием населения ведут депутаты Госдумы и Московской областной думы, члены Полицовета местного отделения партии. В минувшую среду с личными вопросами можно было обратиться к главе Ленинского района Сергею Кошману. На очередной прием в региональное отделение партии «Единая Россия» было подано шесть заявок. Все от жителей Ленинского района. Вопросы, с которыми обращаются в приемную, разные, но самый основной – жилищный. Вот и супруги, разумея, обратились по вопросу выделения квартиры. Александр – пенсионер органов внутренних дел. 40 лет проработал в Видновском ОВД. Семья большая, трое детей, двое старших, сейчас уже сами родители. Восемь человек вынуждены ютиться в одной квартире. Хоть и стоит семья в очереди с 1998 года, вместо ключей на руках только ходатайство и переписка с чиновниками. Была комиссия, рассматривали, просто на сегодняшний день у нас квартир нету, и мы его отложили до получения квартир. Значит, ближайшая перспектива – это четвертый квартал этого года. Раньше квартир не будет, у нас просто их нет физически. И в основном все квартиры пойдут в 2015 году. Суть проблемы заключается в том, что квартиры, которые предоставляет район сотрудникам полиции, распределяет само ведомство. И тем не менее, глава района дал распоряжение заместителю Иллариону Варенику держать ситуацию на контроле и при ближайшей возможности предоставить квартиру. Надежда появилась. Но что там будет дальше, не знаю. Надежда теплится. Следующие заявители – Елена Тупикина и ее мать Екатерина Алексеевна Кузнецова. Уже долгие годы женщины не могут решить вопрос признания пригодным для проживания с правом постоянной регистрации дома в садовом товариществе 96-го года постройки. Везде, где бы мы ни были, регистрацию не делаю. Ознакомившись с предоставленными документами, Сергей Кошман принял решение отправить данный вопрос своим заместителям на детальную проработку. Довольно. Если, конечно, их будет помощь, он расписал кому, чтобы они обратили внимание на что, потому что документы все о принятии есть. В холле своей очереди на прием ждали члены садового товарищества «Колхозник». Мы пришли, да, попросить совета, потому что у нас уже поданы документы вплоть до генеральной прокуратуры. Прокуратуру города Вильного поданы документы, жалобы в московскую прокуратуру. И до генеральной мы дошли, потому что вопрос не может решиться по земле. На данный момент СНТ «Колхозник» получается по документам приватизирован, хотя по закону такой приватизации существовать не может. Инициативная группа СНТ «Колхозник» ставит вопрос о рейдерском захвате земли. Предоставив целую стопку документов, Елена Грибанова в красках обрисовала неоднозначную ситуацию. Самым серьезным образом разбираться в ней будет первый заместитель главы администрации Игорь Рубищев. Тоже надо мои обращения в генпрокуратуру, в следственный комитет, везде направить от моего имени. Я сейчас как раз в совещании по похищенным землям провожу. Вот по похищенным, да. Тут то же самое, потому что опять, похоже, какие-то мыши, понимаешь, точат зерно колхозное. Среди вопросов, адресованных в этот день Сергею Кошману, были вопросы вырубки деревьев и уменьшения стоимости на посещение Видновской бани. Руководитель районной администрации считает такую форму работы, как общественная приемная, очень удобной для жителей и действительно приносящей пользу. Мы всегда находим с людьми взаимопонимание. Никогда не было такого, чтобы люди уходили с приема и считали, что их не выслушали, их не поняли, их проигнорировали. Это совершенно точное исключение. Это важная, хорошая, прямая форма работы. Обратиться в общественную приемную политической партии «Единая Россия» можно в понедельник, вторник и среду. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.